Первая в силовом экстриме и в жиме штанги лёжа. Магнитогорская спортсменка Екатерина Зайцева установила сразу два рекорда России и мира. Достижения были зафиксированы в рамках Кубка России по жиму лёжа, который состоялся в городе накануне. Более подробно о масштабных соревнованиях и личных победах. Смотрите далее. Результат титанической работы над собой на кадрах любительского видео последние секунды установки рекорда России по силовому экстриму. Шесть раз Екатерина Зайцева толкнула гантель весом в 50,8 килограмма одной рукой. Понадобилось ей для этого полторы минуты. Выступление Екатерина прошло в рамках Кубка России по жиму штанги лёжа, который состоялся в городе в прошедшие выходные, был посвящён памяти заслуженного тренера по боксу, мастера спорта международного класса по жиму штанги Дмитрия Лунёва. Масштабное спортивное событие в этом году объединило спортсменов из 10 городов страны. Специальными гостями мероприятия стали восьмикратный чемпион России по тяжёлой атлетике Михаил Кокляев и сильнейший человек России Вячеслав Максюта. Екатерина выступала вне конкурса, открывала соревнования, но к показательному выступлению и возможному рекорду она готовилась основательно. Тренер Андрей Полей рассказывает, специально для этого ему пришлось перекроить весь график тренировок спортсменки. Готовились, толкали, рассчитывали, пытались сильно не перегружать, боялись, что травмируется, потому что всё-таки это для девушки огромная нагрузка. Одним достижением на турнире Катя Зайцева не ограничилась. Решив выступить вне конкурса и в жиме лёжа, спортсменка неожиданно для всех установила ещё один рекорд, на этот раз мировой. Так спонтанно получилось. Я вообще не планировала выступать в жиме штанги лёжа, если честно. Но Андрей Полеев сказал, как так, выступай. Я говорю, мы же договаривались вообще-то, что только гантеля. А делай экипировку. Со второй попытки Екатерина сумела выжить 210 килограммов, став лучшей в мире среди женщин с весом до 82 килограммов. Спортсменка подчёркивает все её победы, результат работы над собой и, конечно, поддержки друзей и коллег. Также без помощи товарищей, единомышленников не состоялся бы и сам Кубок России. Хотелось бы поблагодарить директора механо-ремонтного комплекса Ширяева Олега Петровича за предоставленные медали, эксклюзивные, красивые медали. А также хочется поблагодарить директора Шевченко Григория, директор Магнитогорского литейно-штамповочного завода, за предоставленную гантель, которую изготовили в кратчайшие сроки по индивидуальным размерам специально для меня. Также хочется поблагодарить законодательное собрание в лицее Истегнеева Вячеслава и Дрёмова Владимира за спонсорскую помощь и поддержку на соревнованиях. Кстати, чтобы выжить на турнире 220 килограммов, Екатерине не хватило половины сантиметра, однако возможность превозмочь саму себя у неё появится совсем скоро. В сентябре в Суздале она примет участие в отборочном турнире на международный чемпионат Олимпия ПРО. Подготовка к соревнованиям уже идёт полным ходом.